Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале Самары ГИС. Грядущие выходные в Самаре обещают быть насыщенными на интересные и увлекательные события. Поделюсь всеми подробностями в ближайшие несколько минут. 10 августа на набережной состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. В 8 утра на первомайском спуске состоится зарядка с чемпионом, а с 10 часов стартует баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». Основная программа праздника начнется с 17 часов. Свою работу начнут более 40 интерактивных площадок. Пости праздника посетят локации авиамодельного спорта, Федерации кинологического спорта, северной ходьбы, спортивного ориентирования, фехтования и многое другое. Маленьким спортсменам будут интересны аттракционы «Детская страна» и «Спортленд». Самые активные могут принять участие во множестве соревнований и мастер-классах, а также сдать нормативы ГТО. На пляже пройдут бесплатные занятия по йоге, силовой гимнастике, боксу, пляжному футболу, волейболу и теннису, флайинг-диску, зумби, дыхательной гимнастике, фитнесу. А в экватории Волги состоится парусная регата. Если вы давно хотели добавить активности в свои выходные, то День физкультурника – идеальное место, чтобы исполнить эту мечту. Не пропустите! В музее Эльдара Рязанова суббота также будет посвящена активному образу жизни. Для горожан пройдет лекция «Самара спортивная». В конце 19 века в Самаре огромной популярностью пользовался теннис. Были образованы яхт-клуб и общество охотников конского бега, построен ипподром. В летнее и зимнее время проводилось много соревнований – от велозабегов до конных скачек на льду Волги. А в магазинах появилось множество специализированных спортивных товаров – ракетки, велосипеды и так далее. Основной целью всех активностей было развитие спорта и привлечение к нему молодежи. На лекции гости услышат об истории появления в Самаре яхт-клуба, познакомятся с ассортиментом инвентаря в местных магазинах и узнают, где они располагались, а также познакомятся с основными вехами развития спорта в регионе. Начало в 16.30. В воскресенье Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской приглашает в семейный клуб «Читаем вслух». В этот раз будут читать Викторию Ледерман, питомец Гешка. У вас есть домашние питомцы или вы только мечтаете о них? Тогда вам просто необходимо услышать историю о том, как мальчик Гешка стал домашним питомцем у собственных крыс и узнать еще много интересного о животных, живущих с людьми. Встречи литературного клуба позволяют близким проводить время вместе и прививают детям любовь к чтению. 11 августа встречи будет две – в 13 и в 16 часов. В одном из залов детской картины-галереи открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося архитектора нашего города Вагана Каркарьяна. За годы работы под его руководством и совместно с другими архитекторами было разработано и реализовано множество архитектурных проектов, создавался генеральный план застройки города Куйбышев. С его именем в нашем городе связаны набережная и гостиница «Волга», здание областной администрации, фонтан и сквер на Самарской площади, дворец бракосочетаний на улице Полевой, дом актера, застройка улицы Молодогвардейской и проспекта Ленина. На этой выставке архитектор Ваган Каркарьян выступает как художник-график, любовно и точно фиксирующий в своих работах архитектуру не только Самары, но и множество других мест, в которых ему довелось побывать. Выставка открыта до 29 сентября. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.